Никита Руслан играется в черпахе в письмах. Никита, с перемоги у вас. Проходите у вас. Спасибо. Тоже всех с победой, всех с победой, всех причастных. Мне кажется, главный вывод после этой игры, это то, что удалось нам сыграть еще сегодня более широкой ротацией, сохранить силы ребят, которые получают больше, несут большую нагрузку на себе перед важными кубковыми играми. По игре, как всегда, в своем зале у нас еще больше энергии, еще больше желания при своих зрителях. Всем спасибо. Ждем всех на игре с «Химиком». Скажи, стартовал не совсем так, а на поступок была в камне еще до 10, так? Что ключево было у вас? Ну, мы можем быть уверены только в том, что мы делаем в нашей игре, как игра сложится. Это игра. Мы продолжали, мы вгнули, скажем так, свою линию, играли свой баскетбол, который принес результат такой, какой он есть. Спасибо. И поздравляю, в свою очередь, всех людей, которым небезразличен наш клуб, наша команда с победой. Честно сказать, сегодня получилось довольно легко. Начиная со второй четверти, полностью доминировали во всех отношениях на площадке. И хорошо, что так сложилось, что мы действительно смогли сегодня разгрузить основных игроков и плюс дать немножко почувствовать игру тем ребятам, которые меньше выходят на площадку, молодым игрокам. Кто-то из них справился с этой возможностью, воспользовался ей. Кто-то в большей степени, кто-то в меньшей степени. Но то, что все получили игровое время и основные игроки отдохнули, это есть хорошо. Ну, в целом, все по этой игре. Вы сказали про доминацию, так? Хочу запитать у вас про молодых игроков. Сергеевна брала много очков, и очень много подбираний в тяжелом щите. Это враховывая то, что Миколева непогана передняя линия, там, два американца, в зависимости от плана. Как оцениваете игру, возможно, обвинения? Ну, и заголовок? Ну, вы знаете, грех не прогрессировать, там, Сергееву и другим молодым игрокам, которые у нас есть в клубе и имеют возможность работать на тренировках именно в передней линии. Потому что, ну, каждый день соперничество со Скапинцевым, с Дионом Райтом, я считаю, что это, ну, если не лучшие, то одни из лучших пятых-четвертых номеров в лиге. И, конечно же, работая с ними ежедневно, конкурируя с ними ежедневно на тренировках, должен быть прогресс. Я, честно сказать, ожидаю еще большего от Игоря, и может он играть намного лучше, эффективнее, и не в одной какой-то отдельной игре, а в каждой игре. Сегодня он не забил несколько таких довольно легких мячей, цифры могли быть еще больше. Ну, тут другое, главное, что по содержанию он получше сыграл сегодня, чем обычно, и это радует. Вот, главное, чтобы, опять, вся игра, главное, чтобы, с одной стороны, хорошо мы отдохнули немножко, ну, как, не потратили лишние силы, а с другой стороны, чтобы она не расслабила. Потому что, ну, честно сказать, такой вот свободной игры, наверное, в этом сезоне еще не было. Все остальные игры были очень тяжелые для нас, каждая победа на зубах. Вот, сегодня ребята молодцы, в короткое время смогли сделать задел и оторваться в счете и, да, сохранить какую-то свежесть. Ну, чтобы не расслабились. Потому что Химик в последней игре нас обыграл, обыграл, прежде всего, я считаю, в ментальном плане, в плане готовности к игре, а прежде всего, в плане энергии, жесткости, агрессивности мы, мы, к сожалению, уступили во всех этих компонентах. Посмотрим, надеюсь, что сейчас в четвертьфинале Кубка сможем взять реванш. И, пользуясь случаем, хочется пригласить всех болельщиков, прийти, поддержать нас, потому что это очень важные игры. И я думаю, что они будут здесь очень интересные игры. Такая вот возможность выпала, что в Черкассах проходит такой мини-бабл, да, четверть и полуфинал Кубка Украины. Не каждый год такое случается. Приходите, смотрите, наслаждайтесь баскетболом и заодно поддержите команду, если она вам не безразлична. Спасибо. Спасибо.